У меня человек, который является историком или человеком, который интересен своим родителям, является именно эта текавость для тех мест, где я живу. Я говорил еще по поиску, а позднее переехал в Минск, позднее переехал еще и в Заславье. Бабуиск – это святое место, это шмарчаго взгляда, детинство, детсбабы, история, бабуиская крепость, шмарчаго цикавого, и 44-й год, и 41-й год. Но Минск, это зразумело, столица Майзаславы. Переехали, нам был домик, добудовали его, родили такой добрый коттедж. А лет позднее почал займаться восьмидно-заходней Белоруссии, гажой, вот этой эролической гажой. Оказалось, что, ага, вот восемьная история, Побач. Оказалось, что 10 километров именно это вдалее Польши было. Почал выучать, пошал наследовать Першие Британии саму станции. Витебск, Беларусь. В Китаю ставят людей, никто не может казать, что в этот человек. Оказалось, что Польши не станция. Первый Польши – это померзная станция. А позднее, когда стал станция Заславьяняма и станция Беларусь. И давидов, когда пустил тягник Штадлер из этой швейцарской электрички, мы нашли на этой Минск и Беларусь. А что в этой заставе было? Ну, некие померзные. А что вы? И пачали, наверное, из старушной правды. Пачали праз архивные документы, праз померзников, праз тых же польских документы, польские документы, коповские. Что вы, это я, это и все. Оказалось, что Заславье является центром, где находится штаб 15-го Заславского померзного отрада померзных войсковом кулу БССР. Было их там 16-х отрадов, 16-й Дзержинский был, 13-й Лейбургский, куда и что. А вот 15-й Заславский, он для этого закрывал этот участок, на молодежь Нардашковича. И вот Заславье был прошлый пункт, далее шла дорога, и уже там 10 км и проще. И я пошел ходить в этих местах, ну, все видуть Раков. Комитое место. Але контрабанда-то была не только для Раково. Контрабанда она повсюбна была. Причем массовая, причем шмак цикавых рэджов. Причем проносили и после 39-го года, и на последующую светлую войну, таскали туда-сюды. Ну, на последующую светлую войну уже не было мержи, а для нас все 39-41-и была такая, либо мержа зоны за народы. Але не пускали туда, а люди таскали. Ну и вось я палазил по архивах, палазил по материалах. И поздней я пошел просто по этих местах ходить, забирать информацию. Пошелся все стекалости до ДАКО, т.е. этих массований многочасовых, т.е. т.е. т.з. Линии Сталина, т.е. Минского массового района. И на самом деле, каждый из этих комплексов, на этой ДАКО я обладел, погодел, я про это буду указать, каждый из них формал делу оборонших боях в 1941-го года. Справа в том, что комплекс сделали, может, на добром месте с коммерцина, по улице, потому что есть трассы на молодейших, но боев там не было, потому что там дороги не было. Дорога была, у Старо-Вилинский тракт, там, где Россия живу и там, где мы проходили. И эти атаки закрывали эту дорогу. Такую конструкцию по месту наступам изробили до выставы на заходе Нидеровской Атлантины. Оригинальный знак, знак написан СССР-БССР, до свечения дня заховывается в фондах Владославского музея. И Герметикаевый момент не закрывался просто в Ухате Нидеревского, но и до сегодняшнего дня дошел. Вот так она выглядала. Первая экскурсия, это была осень 2014-го года. Эта экскурсия проводилась с удельниками конференции в местах стоит сборник в 1939-й году в Успоминах. То есть для удельников в этой экскурсии мы решили сделать такую экскурсию. Многие люди, безумовно, это был такой момент тайный. Мне подошли, показали мне, кто занимается реконструкцией, ты сделаешь нам такую экскурсию? Многие люди, я думаю, у вас нет проблем. Зробим такую экскурсию, мы делаем и все. Ну и, произвучая, если я обученный мужей на ней башить, как историю кандидата, а тут, вспыняю я в автобус, заходжу я в автобус, народный комиссариат внутренних дел приветствует трудящихся запада на территории советской Беларуси. Приготовить документы. Мы, пацаны, в этом автобусе. Слушай, там вопить нечто. Ну и, листуру круто. А, ну ты даешь меня никому. Это ж все дышно оригинальное. все дышно оригинальное. Грошики, грошики текавые. Грошики, половые грошики оригинальные. Вот. Я, на первых, как раз я рекадаю, был такой жарт. Ну, кинул. Вот, в хате знайшом. Ну, мало кто разумел, откуда это взялся. А, Лена сам рэдж, текавая такая рэдж, зевелась она не просто так, а сказывали, что знамяши тягааре, гроши, миновиты к этими кейсами. Тут, польские злоты и советские злоты с 20-х годов. Ну, курс был, в десяти прикладном, один до трех, до штрох, один злот, трех-штрех рублей. Ну и, вось, бачите, какая реакция, да, в дельниковой конференции. А, вось, намежа, вось, у дельникового, угмундируем, кусаться, кидаться у 40-х. А, побольше самой, стоял, хлопец, перепонутый, у, раунера, кап, корпуса, ахого, поближе. Ну, и, вось, мы проходим на мяжу, проходим до этой дату, до, 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 до новых, эмоциональных кромок, и, которые, в 41-м году, отрывали, ну, досыть мостное пошкоджение. И, я им показываю, рассказываю, ну, тут, цепроды, ломается лифт, на том, что, по-другому, не змогалась линия Сталина, а не змогалась линия Сталина, а не змогалась линия Сталина, не был такой, так называемый Минский, маселонный район, змогался, на коль кем мог змогаться. И вот этот даг, на рече, в 17-м, он находится на Ляхмилюке, там, где я живу, в Томшкинной горе, мне пропоновали этот даг взять в аренду. А в музей заславий, мы можем тебе помочь, я говорю, а что там вы хотите? С одного боку, хорошие греки, конечно, требовало шукать спонсора, а с другой боку, можно было бы доработать просто текавое место для проведения реконструкции, так как рубятые шансовые поляки. Так вот этот даг, он просто обстреливался из неберегов, немецких минометов, и обстреливался с железной дороги, из червонки. Немцы подошли, он прикрывал эту червонку, и ему досталось это достаточно мощно. Такий степлый домик, в центре Заславия, для станции червоночной, это будинок комендатуры 15-го Заславского побежного отряда. Когда его початку 90-х годов уробили ремонт, я вот добавлял его с людьми, мне кажется, там стены пробить не мог, чтобы было туда, стольки зароблено мощно и добро. Зараз, с подорогом к этой экрану мы ведем первого на пункт того, как там заробить помежду ней кунковя. И у него есть такое разумение, что варто пловно, на это тут зароблять брошки. в центре Заславия. Я рассказываю про тое, как в червене 41-го года в этом центре Заславия в этой самой Заславии прикрывал Минск. И они сказали так. Трагедия была у тем, что помежники не отрымали заграда доходицы второй Гажире. И эти 80 помежников, когда 80-ти, кто выживал, они вышли в Заславии, там были частки 64-й прихотной дивизии царевской, чуман-армейской, и они там собрали гулаг, и у першыню Заславия был вызванный в червене 41-го года, когда они выбили немцев и отрымали там оборону, причем упали немецкие танки. И про это мало никто не знает, не рассказывает. То есть это казары 15-го Заславского одновременного отрата. На жаль, с этой будинку сняты в новом лоте шильды охолны. Выпусть башни этой шильды, и зараз их вывели со список регистрированной каштолностью. В Заславии развивается каждый город подорожник Минска, и это безумно казырное место для будовы, но это история, которая описывается в контекст существенной идеологии. Советская помешанная казарба. А в Беларуси нет, например, в музее помешанных поисков. Поэтому я сказал, что подумайте, а сейчас это место оригинальное. А в моей коллекции достаточно много оригинальных предметов, то, что выставлял подчас выставы заходной Беларусской Атлантиды. Оригинальные пашпаты частные польские, советские, немецкие, с отметками которые сейчас не границы. Гроши, золотые гроши, червонцы. Золото в большинстве копий, но оригинальные роши приходят, я показываю аутентичные оригинальные мапы с дымки помежников советских польских. Замовно артефакты как мы дали пашпорты. Каждый день эта конструкция отримывает пашпорт польский копию безусловно. Каждый из этих даков права обороночных боях и на каждом можно башить следы того, как вы там смогли в тот час. Здесь 20-25 даков мы облазили. Внутри станки колебедные заховались, эта структура заховалась, все есть, и понятно, что державы не хорошие привести надлежащие виды. На жаль, но не что забег зимы. Мы цикавы артиллерийские полукапонеры, о которых я рассказывал. Их там было три на участку 7-го района немецкого артиллерийские артиллерийские полукапонеры и он прикрывал на одну дорогу и героично смагался подпалившим танков. Баронцы были похованы для этого даку. Был человек в начале 90-х годов, который осказывал как был хлопчиком закопов для черновеца. Рыж черновецы, которые заховывались в школе за словами. Этот дак настолько схованы в лесу, что мы только встретили радостные, что я вам. Радост это где он находится. Внутри башня и обстрелы вся вся структура заховалась. Есть генератор все второе ржавое, но все это башня и обстрелы на бот по головке немецких снарядов. Другие полукапонеры там моя мама стоит знакомые. Другие полукапонеры находятся на конце дороги по Старовинскому тракту. Для этого так само эти полукапонеры будуются в приватные домы, но это очень интересный объект, который хорошо смотрел танки. Так выглядит экскурсия. одноэтажный оригинальный плаш офицеров Круз. Будем рука офицерская зимний головной упор. И мапы ненавиды польские, советские, ненавиды этого участка. Слава, Беларусь. То, что я сказал, шпаты оригинальные, с всеми отметками, когда люди проезжают между, проходят между. этой казармой проекте. Дело было, что я и тут, в этой князе есть материал про это, и в артикулах я пишу про это, что оригинальные былынки, которые варто захавать и варто выкороствовывать. То есть, их выпадка. 105-й дак, один из первых даков седьмого батальонного района урала в 1932 году. Он недалеко в лесе, не заховался лейбиду. И он из-за пеших таких конструкций лейбиду внутри выглядая. И здесь важно показывать, где люди показывают и рассказывают. Но здесь он докладно тропил немецкий снарад. Это одразу напросто в бойнице, как человек Людям пришлось, за ним были последствия. Дальше экскурсия, которую я провожу с украинцами. Экскурсии проводили уже с украинцами, с украинцами, с россиянами. Потому что когда были россияне, я поужался, что можно некие имперцы проедут, или что-то такое. Оказалось, что люди были настолько захоплены этой историей, им так стало текало, люди из Москвы, такие справные, добрые, нормальные, правильные. Их настолько затекала эта история, что они просто ходили по ораку, за славу и по полю. Текавый объект – стражница Ушапавалах. Это малая вёска, а я будынок царляны. История на этой стражнице было не текавая, попадавана на планах варшавского архитектора. Это временитый полу-будынок польской помежной охоты, и он сбудован вниз, сбудованными, как даты. Такие амбразуры, там можно было тримать оборону. И в саховале вспоминал, полякова, как оборонялся 17-го, а всем мерзне. 17-го мерзне помежные национальные первыми штурмовали советские помежники. У меня на переходе не мяжут, это был так званый помежный спецназ, раньше всего в книге это есть. И нападал на этих своих коллег, из них шарм. А тут лёгко не отрымалось. Тут, в имя добавлено, были предупреждены, я над крыльями, круговая оборота. И нам удалось снижать эту стражницу только дякуючи, миновито тому, что чумуна армия делала танки. Станкова выставляет с тылу, она с ним просто разбитая полуцалка. Зараз я в этот продукт выкупил некие проватные спада и не что-то спробую робить. Там уже крышу перекрыл, не что перерабляя. Но, на жаль, подлога была выкладена плиткой «Дегульские ванги». Это одноконятая польская фирма, якая выпускала эту плитку. Дверьми так по-вабрске её подрывали. И что самое цикавое, что в окол этого будинку здесь те же похованные миновито на этой Коповцы. Подчас, что за ним было калят сетей Коповцев и калят пяти-шестей, что на армейцах все были похованные разом. Одного из местных людей я нашёл, и мне кажется, что на 60-е годы тут была школа, сюда приезжали некие отказные товарищи советские, и яны обычно пришёл на армейц. Валя по-вабрику, покинули. Тех этой пряди зараз похованной, или наброна, или там похованной, никто их не выкупывал. Вёстка лимитикавая, там в этой вёстце такая была осада, но осада белорусская. Она была по-самой межи, это было очень просто близко. Люди переехали на Львовской пушке, наблютую землю, наблюли у польских помешников. Помешники, я разумею, что тут была война, и разъехали. А это люди себе наблюли, это, ну, километра нема, ну, просто на самый межный. И великая розница. На вот сегодня не дешь, мы шли от советского блока про советскую вёстку, тоненькая улочка, брудно, страшно. Старые домики, тут переходишь, начинается толкованка. Я говорю, что такое? Откуда что-то берется? Просто на вот полкилометра они прошли. Брукованка. Великая широкая улица. Домики иншие. И мужик, у меня с ним все встретились, там есть такие, мы его бачили и розницу. Сегодня 70-х годов прошло, больше, чем 70-х годов прошло. Столько часу минуло. Стараюсь, расскажу там, что там. А есть какая-то розница, и чуются в этой рознице. Чему яны не могли себе блакованку поклассить, а не себе поклата. Ну, то есть, это рыбника помежного слупа. Вот так выглядит помежный слух минаида в 30-е годы. Это аровый узор 23-го года в Польске. И вот это безумный новодел. Оригинальные такие шизерки отраплялись в Беларуси и Украине. Есть такие, так называемые, у музея войска Польского в Варшаве. Новое поле. Это наедина. Беларусь. Палац Друнский и Любецкий. И это была садиба советских помежников. И когда они рекомендовали 15-й славский помежный отрат, а в 1940-м годе 15-й славский помежный отрат скасовали, а их участки передали в распоряжении 16-го Держинского помежного отрата, то тут, в общем, на это, находилась такая комендатура. И отсюда, на это чуды перебежщиков в этой зоне Загороды в 1939-1940-е годы, когда уже в ближайне было, она не доисновала, чуды проводили, на это, у Палац Друнский и Любецкий. Один старт был в Минском авационном районе, но закрывался на пляцу, на работающем комбинаторе, то есть в Малузаславе там есть. Вот узнал-таки то и так для джинутки в Малузаславе, документы от пиар из моей коллекции. Это вось шиповалы, тут вот сбили порог, и он там попошь лежит, не в этом на что. И что интересно, все вось окна, вось фортышки, изробленные с тыми рукоятками, с усим, я как-то изробленного Польши там, вот я смеялся, когда в Варшаве там ходил, все то же самое. Мы когда-то пришли на знакомые, кажут, давай выбивать. Я кажу, блин, мрадерство. Я кажу, ну блин, мы не выбьем. Я говорю, я не так все в это повыкидываюсь, излишне. Это никому не потребно. Но мы не стали это выбивать, мы не стали это робить. А я плитку собрал. Плитка просто выбитая, выкинутая была, мы ее взяли. Я позднее написал заново материал про эту плитку, должен быть у моей новой книги, но там история не цикавая. Не не цикавый момент. Британские археологи в 2012 годе нашли эту плитку у Освенциме. Это была досыть великая сенсация, про которую писали все археологичные часописы Свету, что это некая великая падея. И там некие нам тут многороды отрывали от этой британски археологи. Тут у нас валяется наша история под ногами целая. У них там два кавалки было. У меня 10 штук целых дома не жить. И раритетные речи... Я уже не думаю, что это не нравится. Я уже не думаю, что это просто некое ротование этой ситуации. Я думаю, что даже господарка может и не взрывало это все. Может он купил, набыл в таком стане. Ишь когда, что не отновилось, а ашь когда, что это перекладывает может быть за раз по иншим планам. Вот такие парпорты отжимаем чудельники экскурсии. Криозирует дивилы, все частные. Один из чудельников в Айоне этой экскурсии, реконструкции. То есть они стоят область 105-го дака. Это один из таких дак, потому что на Айоне есть зорка заховалася. Только два даки, так и во всем батареонном районе заховалася и выдвинуты зоркой. Есть написы внутри, там мы стоим за мир, но если к нам тут билет войной, то мы ответим ударом в удар. Есть такие написы советские, что это в годах 30-х. Таким выглядят я провожу в этой экскурсии. Зараз уже пызвычаю и в этой колледж технической в новом поле, что такие бывают экскурсии. И нават керамиста в этой колледжу звернулась в задержку межкомитета спропановая давайте у нас зробим помежный музей. Допрашнулись. А что зробил помежный комитет для меня не звернулся. Да помоги ты им. Я говорю, давайте не помогу полномостров. Я зараблю вам людей не проблема. Давайте только так, что я просто уже не буду открутиться. Но если вам заслал я, я вам мандиры джавнира корпуса хоу помежа. Ну, людей нажат, не нажат лишь мант. Тому коррестовый треба отбор там яс, кем стить, я сам. Меня изменяет этой мандиры. А это нам всего стекало. И мы произвучали эти слова этих экскурсионов. Особенно в Бунтоле это дальше россияне в Москву проехали. Ну и я им показываю, рассказываю, я это выглядело, это эмержанты. Это доллары 34-го года, золотые доллары так само 36-го года, там 33-го года. все оригинальное. Все можно подрывать, все это показывается. Вот. И все как-то родится. А специальные люди шеи и контрабандистов показывают, с кулками носить в этой рожь для этой экскурсии. И вот дальше я этим смешан показываю, как я дал армежа, и как она проходила на это тут. Мы уехали в Севдушково, и там до сих доброго заховалось. Я сказал им, что с советского боку высекали лес, а с просьского боку лес оставался. Тому сегодня эта межа бельминопробашник, это пасы, ясны. И мы начинаем с советского боку, разрядаем Зославье, Новое поле, Душково, Метково, там где была советская помередная встава, а позднее переезжаем на пульс. Ну и уже проезжаем раз Раково и Душково. И с нами уже показываем эту межу, как она была, эти бельминопробежные переходы. Цикавая, то есть каплица, это Могилки у Зославьи, и это первая, одна из первых ахуя, тут есть, даже если я вам разнамы в этой гадетке, артикул про это, книгиня Турцкая-Любецкая, им належал, мне на это новое поле, а не жаль, поэтому просто так, что новое поле стало с советами, а Раковым был польским. И они переехали в Раково, и эта девочина была 21 год, когда ее советские помешники поймали и сгвалтили. Нажили, забили, а войны построили полякам. То есть они поховали, а мать книгиня Турцкая-Любецкая жила до 46-го года в этом Раково. У них их на центральных категорийских морковых урагове есть одна стахля. А дальше на категориях есть шмак могил, где башня традиционно заминул, в 35-м, в 36-м, в 37-м, которые занимаются контрабандой, и они занимаются на границе. Украинцы, которые показывают, у меня виталия Держи Дердушкова, где она проходит подняться высоко, они идти право, и есть там старые люди, какие я памятные, я как-то уже прозвучаю, если что я провожу другие экскурсии, смеются, видок они стоят, говорю, ооо, вышелики выгадали, и так выгадали, 100% аутентишна. А позднее уже там полякам приезжают, ооо, да-да-да, есть такие коповцы у нас тут ходили. Это, я знаю, это, это китайская экскурсия была, за витами конференции. А вот это на могила советских помежников, которые загинулись в 41-м годе, могилу обновили, поставили новый динамич, святый помник, они находятся у центра моего козыславских старых, и мало кто видал про это в Заславле. Смат, кто приехал, ну так как я, они из Заславчане, они находились в Заславле. А варто показывать, варто вводить, тем больше, что, повторяю, сто-то раз, что это описывается в офицерную диалогу, тем больше, что 70-е годовина войны. И варто показывать, наверное, это героизм этих помежников, которые там смотрели. Тем больше, что помежники Заславля, которые обротовались, которые выжили в боях 41-го года, там, где все загинули, они пришли, в липени 41-го случились с участками червонной армии, и пазде из них был сформированный 16-й полк внутренних войск, он ГУС, с остатков 16-го дежимского помежного отрода, и гэтый помежный полк охранял Паздамскую конференцию. Варто, про это памятность и рассказывать. Ну, у нас тут пес. Вот так, немецкая. Вот я даю так само удейничку. Рожки те же самые. Это Ракон. На это там костюм. Початок 22-го года. Тьвах! А это вот помежное масование в Польске, где, блин, на этом меже. Справа так, что это не текало. Сегодняшняя административная межа помеж Минским и Воложинским районами это проходит аутентично там, где была до 30-го года державная межа помеж Советским Союзом и Польше. Так и провели это. Мы ничего там влагу не ломали, не изменяли, и эта межа так и проходит. К тому, когда большинство в Воложинский район, имеешь уже в Польше. А здесь я вам покажу тую выставу, какую закрыли на жаль. У заслания она проясновала только 4 дни. после открытия выставы мне удалось раз месяц литерально после открытия выставы мне удалось разработать фильм для белорусского канала АНТ и я еще раз месяц вы выписали эту книжку. И закрытие этой выставы она поплывала на то, что и по 10 наста ей не удалось замолчать, и историю главы войску польскими не удалось замолчать. и да и долгие значения это выставы но это глупство и на самом деле речь ничего анти-белорусского и анти-державных нема это просто наша история про которую варто рассказывать и показывать и говорите я вам покажу это оригинальные портреты польских политических яке есть у моей коллекции я их нашел мятели на ручку я уезжал под страхой и ждал это оригинальные когда я пришел к этой биологе он сказал а что вы тут пилсовская повесили я говорю ну так он пилсовский но другого боку он знает как Беларусь поэтому важно показать кто был господаром этих крес оригинальный оригинальный немецкий здымки из моей коллекции шида висела на державном установе л так вось портреты гэта оригинальные здымки были что тыжица оригинальные миграции в этой книжке достаточно жарно описано именно опоционная иммиграция на ноги нормально поехать купить на территорию Беларуси носит, это те же самые гроши, книги из библиотеки заходния беларусов крижацы на генальне в дань 92-го годы, книги из БТК Виленской, Виленская полиция и Спартовога, книга двора у Пелсуцкого, это все измагит, ну ладно, библиотеки. Те же самые гроши тага частная, спортмане тага частная из Гродно, гвинтар 29-го, книжка Пелсуцкого, это Бритва Зоренген з Пинска, книги, это оригинальное. Ну, это музей за Славьин, они там продоставили эту площадку, позднее тримали в моргу за это, но такая интересная ситуация. Анна Чухманова дальше из Витебска допомагала мне досыть мощно с подрихтовкой этой выставы, но дякую Богу, что мы при нам все срабили ей и показали ей, хотя там открыли манифицина, открыли и притягнули вакуум этой истории. Вот это документы, шпаты, гроши, латвийские, эстонские, польские гроши, вздымки из молодежи, оригинальные вздымки и польского президента, как сейчас, наверное, Террастицкая, у меня есть у коллекции, оригинальные вздымки, оригинальные вздымки Юзефа Пелсуцкого, у меня есть у коллекции, поляковых немало, у меня есть, и такие вздымки было себе надо быть. Ну, вот именно эта мобилизация, я к этому гадал в тот час, и Саковицкая, и Жневинская мобилизация, оригинальные вздымки и по Брэнскому грандиционному войску польскому, мне там представлены были, ну, война, вздымки, дубинская фатылия, про то, что я сказал, оригинальный супердгаз, дубинка полицейская, марошинки, пергон, штык, польский довоенный, вздымки извлечания белорусов, у меня тут все шмат на мировой войско-польска. Ну, вот эта слуха, история вам показала, что это был оригинальный знак, а тут, короче, дрот, який я нашел для былой мяжи у Колосова, там вся внимание, что помежная инфраструктура заховалась, она вот подставы до слуху помежных, и они лежали, стояли такие бетонные, их немцы скинули в 41-м годе, и они так до сегодняшнего дня там лежат. Ну, вот эта дрот, короче, вот так вот был скрушенный, и в 70-х годов лежал, вот шикарный медик. Я не приеду, я не верю. Ну, то есть приехал, не забрал. Фуражка польского полицейского, дальше я как бы представлена на мотоциклетном стае, и фуражка супа-цунника корпуса Хоу-Памера. Бинокли оригинальные, польские дарыны, сдымки, нехмертельники, эти жетоны. Половинки жетонов с битвы под Кобраном, это с под Кобрана люди там знаходят, дегетеры, чьи я их там добивал, и достаточно интересная прозвища есть, и тут совершенно не знаю, это наших белорусов. Значит, это половинки жетонов, сдымки этих людей, спортивный знак, вот это знак полиции, такой большой был, это книжки, торгочастные инструкции розные. Ну и вот эта униформа проектная оказала. Тут первый мундир родовой войско-польского пехоты, 84-го пехотного полка с Пинска. По середине той самой, про яке он оказал, и кей мы не бачили каким, это мундир Марака Пинской флотилии по Вильню. И третий мундир, это именно это мундир капитана, 83-го пехотного полка с Кобраном. В результате я принимали в делу в обороне, в героичной обороне, именно из этого города, в початку, думаю, сферной войны. И все-таки он пришел, я вот бачил, потом сказал гость, что мы тут выставили. Он полякал, и вдали там шла, и шел, вдали вы бачите мундир, что он армейца, и что они помеж собой замагались? Я говорю, ну так, замагались они помеж собой, а я могу, если поможешь поставить мундир в вермахт на жаванерах? Это особо, мы пошли сам с руководства, вы это не зрозумеете, но так было. И они пришли, вызволять, но тут придавали очень лучшие лады, очень лучшие системы. Поэтому такая ситуация. Дрот ходит шим, лад по Вильна, капитан войска поиска. То есть это далеко из дымок, которые я нашел. Малые такие, а я не видел, что в реке, которые я нашел для Виталия Колсова, на постаменте, где стоял слуг помежным. И вот узгоднание, это уже геностерка старшинной церковной армии, когда ее ставили, Дайшов сказал, введайте, ставите под сумневу историю Советского Союза, а мы заявляем себе правоприемницей Советского Союза, скажем про власти, а я, Россия заявляет собой правоприемницей Советского Союза. А тут что я ставлю под сумневу? Где я? Подвиг белого Советского Солдата? Нет, в семье. Историю, это отбывалось, а то и сейчас так. Я показываю ей, больше того, я не навязываю, что там панская влада была суперская, потому что я показываю и планизацию, и так далее, но была история, и я показываю, а люди сами не хотят делать основных. Чем это было, как это было? Ну и что такое? Я показывал эти гроши советские, когда бывала севертизация, то бывало сильно жестко, потому что польские гроши именем революции были отменены, и худенько. А кот был совсем меньше, были введены советские рубли, и люди шмат стратили их на это гроши свои отображения. Вот здесь сдымок, черт внове, я с вами там, наверно, такие вы стоите один, и бельми характерный сдымок, и так само я помню, есть кориция оригинальная, там написано сзади, я пошел делать фотографию, как кончилась война, нового года, 1939 год. что для этого хлопца падеи, граждане 1939 года были войны. Ну, все еще. Человек, какие уделили там, так ладно, описывая, что и як где. А вот что это на тырбашнике, так само я не текала на историю, я вообще историю этого человека описал, так само в книге есть. Человек, молодой хлопец, беларусь, поехал працаваць в Латвию, это был те люди, цирковик 1939 года, перед самой войной. И вот, когда их с польским пашпортом стоит печатка, что вообще перекручивал этот помежный пироход на латвийский польский вертавец, уже когда вертался, уже он не был там польского команды, к тому, и он повинен был посетить советское консульство и у пашпорта отрывать печатку. Разрешается выезд на родину советским уже. Позднее отрывает печатку возвращается на родину СССР и позднее отрывает печатку КПП Бигасова уже в Советский Союз приехал. И вот в одном документе всякий строй как человек есть. записывается рассказывается как это отбывалось. Польский пашпорт советские печатки польские печатки и так далее. Это было показано именно это тут в МГТ марки снизу они малы из усил снизу такие большие марки которые в 1940-ом году были выпущены особые обусловые серые но это посвящено вызволению кипятерра под пять штук но это филотеристичная раритет а чему запытал его филотеристам кажут евреи искупали это же история еврейская на этих марках писали рисовали еврею и не сустракали жиловную армию тому сегодня это текается опытом в МГТ в МГТ что пишут боевые деяния под Родна боевые деяния типа парада под Брестом это описывалось в наших оригинальный портрет Игнатия Вастинского польского президента был завешан советской мапой с домами Межни Белосток наш законе Украины наша не было рандом просто завесили старые польские портреты поделали конкурсовская там протокол император русского дом Бреста советская фраг войсковая вот этот малюнок привезли на открытие выставы достаточно интересный малюнок человек который видел как был в польский стоит веселый совет обнимается обнимается нам человек нагревал так как бачу позднее из этого малюнка аргинального было копии уже 44-го танки уже люди а так это выстава ну и закрыли четыре дни и закрыли сказали блин не вписывается форма в это идеологично ну и другому боку сразу было принято решение что давайте робить фильм для АНТ не боитесь что есть такая ситуация это ненормально то мы знаем фильм варшавский рубеж белорусы войск и ант и его надели все продюсеры экранистов канала именно это prime time уже когда он был эфиром и оказывается наше на драме задназуем еще в 1939 году и оказывается что нужно открывать уши и показывать эту историю и тумачите если она была и нам есть что нарыться и что жаунеры и белорусы не у советских мундирах не у советских мундирах войска польская история наша белорусская история книжка моя заходя не белорусская санты она была написана с белорусских позиций хорошей никто не давал никто не финансовал давал себе все но тяжко да безумовно а не будешь там танцевать не будешь шукать махченности развиваться не вести на первых и показывать с махч на с махч не с махч Продолжение следует...